Приезд Юрия Труднева собрал за одним столом чиновников всех мастей и все обсуждали только один вопрос. Как должен развиваться Владивосток, чтобы стать экономическим центром, который можно было бы сопоставить с крупными городами сопредельных государств? Мы затрагивали вопросы, связанные с административными барьерами, со скоростью оформления таможенных процедур, но и тоже договорились о том, как мы будем двигаться в решении этих проблем. По ходу этой встречи разговор о развитии Владивостока становился все более детальным. И со своими предложениями выступил глава Владивостока Игорь Пушкарев. Он рассказал полпреду о проекте, который поддержали более 100 тысяч горожан, о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги. Здесь получим мы дорогу Дублер, проспекту Столетия. Мы будем быстрее выезжать в город, быстрее из города выезжать. Расчетное время с Игершельда, с маяка до низководного моста на Седанке 22 минуты при скорости движения около 60 км в час. То есть это очень важный проект. Дальше центр города. С учетом количества большого административных зданий, отсутствия малого количества парковок, большого количества автомобилей, которые и припаркованы там, нам нужно и большого количества грузового транспорта, который идет с торгового порта, нам нужно выводить из торгового порта грузовой транспорт, чтобы он не мешал нормальной жизни в городе. Конечно, эта дорога решает этот вопрос. Предложение понравилось. Оно сегодня докладывалось. Мне кажется, что, учитывая, что мы сейчас находимся практически на полуострове, то дорога, прилегающая с одной стороны, она как-то, в общем, не очень логична. Поэтому, как идея, как предложение звучит правильно и логично. Кольцевая автодорога, очевидно, улучшит жизнь людей здесь, в районе Дальнего Востока, значит, ее нужно поддерживать. Всего Юрий Трутнев проведет в Владивостоке с рабочим визитом пять дней. Ряд встреч уже прошли. Они были посвящены развитию острова Русский и рыбохозяйственного комплекса в крае. Екатерина Чернакова, Кирилл Корнилов. Новости на восьмом. Кирилл Корнилов. Новости на восьмом.